Может ли вера защитить от коронавируса? Или все это средневековые пережитки прошлого? 21 марта вышло постановление, согласно которому были закрыты все фитнес-центры, бассейны, спортзалы. Начинается закрытие общественных мест, и храмы подпадают под эту категорию. Уже как только начался коронавирус, в мире зазвучали голоса о том, что нужно закрыть храмы, потому что это места особого скопления людей. Главным образом людей пожилого возраста, которые находятся в той самой зоне риска. Я имею ввиду людей 60+. Не так давно наш священный сенот издал указ, согласно которому не стоит пренебрегать санитарными мерами. Нужно дезинфицировать лжицу антисептиком, использовать одноразовые салфетки для протирания уст верующих во время причащения, а также использовать одноразовые стаканчики во время запивки. Всем священнослужителям и сотрудникам прихода необходимо регулярно раз в два часа мыть руки и следить за своим здоровьем, самочувствием. Что мы видим? Мы видим, что требования, которые применяются в государственных и в частных учреждениях, меры санитарные, безусловно, должны быть применяемы и в церкви. Эти же меры, но в меньшей степени, применялись в 19 столетии. Конечно, нельзя сравнивать средневековье и сегодня, потому что медицина 19 века и медицина века 21-го – это как небо и земля. И, конечно, врачи тех лет не могли знать о санитарных нормах сегодня. Нет. Поэтому отсыл к тому, что, мол, раньше так не делали, он не совсем верен с медицинской точки зрения. А как быть с верой? Церковь православная всегда исповедует, что нельзя заразиться от причащения, потому что Христос есть путь истины и жизнь. Жизнь – это одно из имен Иисуса Христа. Сердце любого верующего христианина подсказывает, что нельзя заразиться от Бога Слова, от Бога Жизни, источника всего живого на нашей земле. И, конечно, нельзя заразиться от святого причащения, потому что в причащении присутствует сам Христос. И там, где есть Христос, там смерти быть не может. Однако мы знаем, что в святом причащении используется обычный хлеб и вино, которые, как и прочие продукты, могут быть подвержены тлению и действию болезнетворных бактерий, и в том числе вирусов, вероятно, и коронавирусов тоже. Может ли быть так, что вместе с причащением в человека попадет коронавирус? Я, как человек верующий, считаю, что такого быть не может. Известный патолог Давыдовский очень интересно рассуждал на тему взаимодействия между микроорганизмами, такими как вирусы, и макроорганизмами, такими как, например, человек. Он пришел к выводу очень простому, довольно ясному, которое понятно каждому, даже не имеющему медицинского образования человеку. Не все живые существа, зараженные вирусом или, например, коронавирусом, болеют этим коронавирусом. Все зависит от иммунитета, от здоровья человека, от его склонности к заболеваниям и к ряду множества других факторов. Эта тема медицинская, мы ей касаться не будем. Не все люди могут заболеть коронавирусом, но многие могут быть его переносчиками. Поэтому критика того, что в храме можно подхватить коронавирус, вполне себе уместно, исключительно в отношении того, что в храме есть большое число людей. Но применительно к чаше Христовой мы не можем делать такие выводы. Потому что за всю двухтысячелетнюю историю церкви нету, нигде не написано, что от Евхаристии можно заразиться, заболеть или умереть. Давыдовский абсолютно прав. Есть некие неблагоприятные условия для развития коронавируса. Для верующего человека чаша жизни Христа и есть та самая неблагоприятная среда для действия болезни и вирусов на человека. Да, разумеется, в храме можно заболеть. Никто не застрахован от того, что на тебя чихнет ближний. Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов. В эти дни пандемии нам вместо того, чтобы спорить о болячках, о закрытии храмов, всем христианам, наоборот, следует сплотиться. На сайте Московской Патриархии появилась молитва, которую может считать каждый православный христианин в дни этого нового морового поветрия. Я предлагаю альтернативный вариант для того, чтобы и соблюсти санитарные меры, не подвергать ближнего опасности и в том числе не проявлять малодушие. Можно посещать богослужения в будние дни. Особенно это касается уязвимой части нашего населения, детей и людей пожилого возраста. Второе. Необходимо соблюдать все нормы гигиены, даже пребывая в храме. Все эти нормы необходимы для человека, чтобы он просто не заболел. Ну и третий важный момент. Давайте не осуждать тех людей, которые не имеют такой крепкой веры, как мы с вами. Господь говорит нам, чтобы мы сильные, несли немощи слабых и не себе угождали. Знаете, мне странно слышать упреки в эти дни, когда говорят, что это малодушие, это трусость, нужно верить во Христа, нужно причащаться, как это было раньше. А судьи кто? Нужно понимать, что в церкви не все люди обладают крепкой верой. В церкви очень много неофитов, то есть тех людей, которые пришли к вере не так давно. Есть не только младенцы в храме, но и младенцы в вере. Если наша вера крепкая, и мы верим, что от причащения нельзя заразиться, то не все прихожане, которые стоят в храме, верят так же, как мы. Давайте не смущаться тем санитарным нормам, которые ввела церковь в богослужебное использование. Эти меры временные, они уже были в истории, как я сказал ранее, и они будут применяться и сегодня. Для чего? Для того, чтобы храмы наши в дни светлого воскресения Христова не были закрыты. Чтобы люди стояли в них и молились, и праздновали светлое воскресение Христова. С наступающего Пасха, дорогие братья и сестры! Не болейте, укрепляйтесь в вере и берегите ваших близких. Паси Господи! Пасха, дорогие братья и сестры! Продолжение следует...